Всем привет, дорогие друзья! Господи, как же я рад, что Локомотив обыграл ЦСКА! Я не помню, рассказывал вам или нет, но для меня матч ЦСКА, он стал прям очень сильно принципиальным в этом сезоне. И потому что Николич вернулся, и потому что туда Арифаджи Малядинов перешел. И в принципе для меня сейчас ЦСКА вновь, как в конце нулевых, стал таким вот антагонистом команды, которая является антиподом Локомотива, и поэтому ну прям вот очень хотелось, чтобы Локомотив обыграл именно ЦСКА. Понятно, да, там победа над Зенитом будет очень приятна, победа над Спартаком, возможно, будет очень приятная. Динамо мы, к сожалению, уже не обыграли, могли, ну у нас еще будут возможности обыграть Динамо, да, но матч с ними был. И, ну, было бы, конечно, приятно обыграть Динамо, особенно сейчас, когда смотришь на турнирную таблицу, и видишь, что среди вот этих вот зелененьких счетов победы есть красная надпись поражения от Динамо 1-3, и ты смотришь, и до сих пор я не могу понять, ну что случилось с Голоктеновым, и зачем нужен был этот матч с Динамо. Ну, там, не знаю, посмотреть на матчи Артема Кропукаса, например, в этом сезоне. Он выиграл все матчи этого сезона, все, за исключением вот матч с Динамо, в котором он участия вообще не принял. И вот Голоктенов объяснял то, что Кропукас не вышел на Динамо по тактическим причинам. Ну, сейчас не про Динамо, все, забыли про эту игру, было и было. Локомотив выиграл в последних 11 официальных матчах 10 раз. 10 побед в 11 матчах, и это, ну, очень крутой ход, один из лучших в истории Локомотива. Да, по-прежнему помним ту самую серию Николича, и, ну, Локомотив продолжает вот эту свою серию. Дальше у нас два домашних матча с Ростовом, с Краснодаром. Соперники сложные, соперники сейчас тоже находятся в огне. Краснодар не проиграл ни одного матча в Российской Премьер-лиге, так что в любом случае, да, эти два матча точно не какая-то легкая прогулка для Локомотива. Но, тем не менее, можно уже сейчас сказать то, что старт Локомотива один из лучших в новейшее время, если там не лучший с чемпионского сезона уж точно. Но об этом мы тоже с вами в прошлый раз говорили. Очень-очень важный для меня матч был. Я в последние годы довольно много общаюсь с различными болельщиками Локомотива в контексте тренерского гения Марка Николича. И все время говорю про то, что, ну, Марка Николич, у него был прекраснейший период, весна. Вот эта Николичевская, где у нас там было 13 или 14 побед подряд, не помню точно. Но вот это вот был период, который обрамляли ужасная осень Николича. И не очень хороший, ну, нормальный, да, без каких-то перекосов в сторону классный или в плохой. Ну, такой нормальный отрезок после этой весны не было такого, что мы весну прошли и следующий сезон тоже мы прям вот всех рвали и метали. Нет, там были очень-очень тяжелые матчи и выгрызали мы некоторые на последних минутах. И, ну, короче, и проигрывали Ростову точно с Химками. Не помню, проиграли или нет. В Лиге Европы тоже. А, нет, в Лиге Европы там, кстати, с Марселем мы как раз 1-1 тоже Анжарин дал под дальнюю штангу. Не суть важна, да. Ну, то есть вот почему-то все забывают о том, что у Николича были эпизоды, ну, мягко говоря, не соответствующие уровню Локомотива и притязания Локомотива, учитывая, да, что тот Локомотив, это все-таки не чета нынешним. Это был Локомотив там с Чорлукой, с Моловым, с Крыховиком и так далее. Эпизодами у Николича на Локомотива было смотреть неприятно. Вот, и, собственно, именно поэтому, ну, мне лично, это вот моя личная хотелка, да, мое такое низменное чувство, мне очень хотелось, чтобы Локомотив обыграл, Локомотив Галактионова обыграл ЦСКА Николича. Потому что, опять же, этой весной, этим летом начали снова ходить вот эта вот куча разговоров, а вот нужно было бы взять Николича, Николич Свободен, а вот его ЦСКА подобрало. И теперь нам ЦСКА покажет, вот, что такое играть с тренером и Локомотив вот с Галактионова. И, ну, мне, конечно, такие разговоры не нравятся. Я всегда за то, чтобы болеть за Локомотив. И сейчас, ну, в очередной раз могу, конечно, пожаловаться, но то, как в комментариях болельщики Локомотива вот там на горных обмолвался, что нужно нам два усиления и почитать комментарии, ну, вот просто команда одерживает 10 побед в 11 матчах, только что одержана победа в дерби. И о чем комментарии? Комментарии о том, что гнать руководство срочно, прямо сейчас. Руководство ужасное, Локомотив, не знаю, ждет ФНЛ с таким руководством, видимо. Не знаю, не понимаю, как это у них работает, но вот тоже общался в комментариях. Как-то умудряются разделять и говорить о том, что вот этот вот гений Галактионова позволяет Локомотиву сейчас быть так высоко, а то, что фактически, ну, не знаю, две трети или три четверти состава, которым играет Галактионов, были подобраны вот именно этим самым руководством, Ульяновым, Нагорных, почему-то в счет не идет. Это, видимо, как-то, ну, само собой разумеющееся. Таких футболистов, видимо, абсолютно любой человек мог пригласить. Грустно, но как-то уже начинаю привыкать к этому. Раньше я думал то, что, ну, вот понятно, да, у Локомотива не очень хорошие результаты, поэтому болельщики недовольны и имеют на это право. Но вот когда Локомотив сейчас на одну очку отстает от Зенита, непобедимого великого крутейшего Зенита, которому уже все золотые медали на шею повесили, Локомотив после, сколько там у нас, пять туров прошло, на одну очку от них отстает, и болельщики готовы гнать руководство. Ну, вроде как Галактионову ослабла. Критика уже готова, в принципе, как-то кое-как с Галактионовым смириться. Про матч ЦСКА давайте поговорим уже. Я весь на эмоциях, и поэтому подводка такая огромная. Локомотив ЦСКА, честно говоря, смотрел этот матч с экрана мобильного телефона, потом уже приехав домой, посмотрел основные моменты, которые хотел посмотреть, и те отрезки, которые мне на мобильном телефоне смотреть не удавалось. В принципе, оказалось, что вообще ничего не пропустил. Ну, тем не менее, да. Локомотив выходит в том же самом составе, абсолютно предсказуемо. Меня это очень радует. Понятно, все у Локомотива, все работает, и уже нет вот этих вот шараханий, которые было, например, вот после Акрона на матч с московским Динамо. Можно этот состав был абсолютно предсказать, и ничего в этом плохого, ничего в этом страшного нет. Я думаю, что у нас будет пауза на сборной, сыграем с Ростовом, с Краснодаром. Возможно, после этой паузы мы что-то в составе Локомотива пересмотрим, потому что, ну, мучения Сергея Пеняева на левом фланге. Возможно, уже на Ростове будут какие-то корректировки, возможно, на Краснодаре будут какие-то корректировки. Но, правда, сейчас это больше напоминает мучения. И с учетом того, что Тикнезян из своей ямы как раз более-менее выбирается, гол сегодня забил победный, но и дело не только в этом голе, и не только в голевой передаче на Раково в матче с Оренбургом. Да, Тикнезян просто выбирается из своей ямы, в которой он был в начале сезона. Нету ничего в этом страшного, нету ничего в этом плохого. Да, мы ждем, когда все наши футболисты выйдут на пик своей формы. Об этом тоже я говорил в прошлом видео, в самом концовке. Если не досмотрели, то там я говорил о том, что у Локомотива есть еще много точек роста. И одна из этих точек роста – это Наир Тикнезян, про которого мы точно знаем, что он может играть сильнее, что он может решать исходы матчей, в том числе матчи такого уровня, как Дерби с ЦСКА или матч с Зенитом, где Тикнезян тоже победный забивал. В общем, вот, собственно, прошла неделя. У Наира Тикнезяна голевая передача на победный гол с Оренбургом и гол победный в ворот с ЦСКА. Точка роста, вот она сработала. И таких точек роста у Локомотива еще несколько. Да, в конце концов, мы упремся в потолок возможностей этого Локомотива. И, к сожалению, не может быть такого, чтобы команда играла на 100% своих возможностей. Каждый футболист играл на 100% своих возможностей в течение всего сезона. То есть мы в какой-то момент до этого потолка дорастем, и дальше будем все-таки где-то снижаться. И поэтому я прекрасно понимаю, что у Локомотива все-таки усиление какое-то нужно. И про это усиление Нагорных сегодня говорил. В первую очередь центрального защитника ищут, и во вторую очередь человека в атаку. Ходили слухи на этой неделе про двух довольно интересных персонажей. Один это Лукас Асади, чилиец, 21-летний, 20-летний, не помню, сколько ему точно лет, но довольно сырой футболист из чемпионата Чили, которого можно было купить теоретически за 3,5 миллиона евро. Насколько этот слух правдив, я сказать не берусь, но он, честно говоря, мне кажется, мало подходит под профиль футболиста, который ищет Локомотив в атаку. То есть это точно не опытный игрок, который должен дать качество здесь сейчас. Мне кажется, что вряд ли этот футболист выиграет конкуренцию у Алексея Батракова. А просто сидеть на скамейке и тухнуть, как Никита Салтыков, ну, странно на это тратить так много денег. А второй футболист уже более интересен. Это капитан команды FCSB, стяо Бухарест, бывший Дариус Алару. Ездил вместе со сборной Румынии на чемпионат Европы, но, правда, играл там совсем мало, выходил только на замены. Вот этот игрок по профилю своему мне понравился. Не могу сказать, да, не особо детально его изучал, потому что очень быстро пришло опровержение от чемпионат Кома о том, что интерес от Локомотива был, а конкретики никакой не было, как только узнали условия, что там выкуп 5 миллионов евро и что зарплату игрок хочет там больше миллиона евро. Локомотив из переговоров вышел, но, тем не менее, вот именно профиль этого игрока мне понравился, потому что это уже как раз капитан своей команды. У него отличные лидерские качества. Это игрок, который может сыграть в центре поля, там, опорником или центральным полузащитником. И игрок, который может сыграть под нападающим, десяткой. В целом, атакующие скиллы у него хорошие, удар с обеих ног, левый и правый кладет шикарно. Вот, но, скорее всего, этого футболиста все-таки в Локомотиве не будет. Будем искать дальше. Не вижу в этом, кстати, вообще ничего плохого. Не знаю, тоже, опять же, читаю комментарии. Много какого-то стеба, каких-то подколов в адрес Локомотива, что Локомотив там не может никого подписать. Вот, ну, как бы, а кто может? Вот, посмотрите на клубы Российской премьер-лиги. «Зенит» укрепился игроками, клиентами Андреева. Собственно, то же самое сделал Локомотив перед сезоном. ЦСКА, ну, вот, подписывает бесплатных Жамалединовой, Койта. Вы сегодня могли на них посмотреть. Койта просто... Хотя я, вроде, смотрел на этого парня в Зальцбурге. Мне очень нравилось, как играет Койта. Но Койта в ЦСКА это человек, который в очевиднейший оффсайт на два метра отдает передачу. Зачем и почему? Вообще ноль идей. Но, слава богу, что Койта именно такой. И, возможно, потом он эту форму наберет. Возможно, он будет хорошим футболистом. Но сейчас это подарок для Локомотива. Ну, а Жамалединов это человек, который не пошел в борьбу с Алексеем Батраковым. И Батраков скинул мяч на Владислава Сарвеля. Сарвеля отправил мяч на Ироте Князяна. Так что спасибо большое Рифату. Конечно, я немножко это стеба. Желаю ему удачи. Не в матчах против Локомотива. Рифата люблю. Но, тем не менее, нету ни малейшего сожаления, что сейчас Локомотив не играет за Локомотив. А за Локомотив играет Алексей Батраков. За Локомотив играет Вадим Раков. Артем Карпукас. Евгений Морозов. Дмитрий Баринов. И все вот эти вот остальные ребята, которые захотели остаться в Локомотиве. И с удовольствием цвета нашего клуба защищают. Вот. Ну, Спартак, да. Спартак купил Барко и потратил на это огромное количество денег. Но дальнейшие трансферы Спартака – это дикая переплата за Маркиньеса. Это покупка из того же Ференс Варыша, центрального защитника. Ну, если кому-то хочется трансферов ради трансферов, просто, да, покупаем одних с явной переплатой, от других избавляемся, которые ничуть не хуже. Ну, возможно. Краснодар вот только-только разродился покупкой крайнего защитника, хотя им очень нужен был крайний защитник. Ну, честно говоря, тоже. Я так посмотрел, меня особо этот парень из Испании не впечатлил. Уругвайский крайний защитник. Ну, посмотрим. Может быть, что-то из него выйдет. Ну, короче, да, Динамо тоже, да, никого в итоге до сих пор не купило. Как бы не вижу никаких проблем в том, что Локомотив сейчас, не имея какой-то авральный режим, да, то есть у нас нету такого, что какая-то позиция, она прям пустует вообще. То есть вот на ней вообще нету игрока. Нет, у нас сейчас все закрыто. У нас хороший состав, сбитый состав. Состав, который может играть наравне абсолютно со всеми и выигрывать, собственно, что он и делает. Да, у нас хорошая скамейка. Сегодня мы выиграли у ЦСКА благодаря скамейке. У нас вышли там Сулейманов, вышел Владислав Сорвели. У нас Дмитрия Баринова пришлось менять из-за тяжелой травмы. Там столкновение сдавило, ему там такую синячелла у него вылез. Но, типа, вышел Тимофеев. В общем-то, не сказать, что у ЦСКА сразу какой-то там вал моментов начался. Нет, вообще второй тайм более-менее спокойно прошел. То есть, у нас нормальная скамейка. Да, нам хочется качества. Если у нас будет качество, мы уже можем не просто шепотом говорить о том, что вот мы там на одной очечке от Зенита отстаем. Может быть, может быть, вот там вот, помните, сезон 17-18. Мы тоже там преследовали Зенит, а потом приехали в Питер, обыграли их там на их стадионе, вырвались вперед. И как пошло, как поехало, и 8 очков к зиме Зениту везли. Да, сейчас шепотом, шепотом и с такими вот затаенными надеждами про это говорим. Если мы действительно усилимся, и это будут супер качественные футболисты, как Алару, как мне кажется. Хотя румыны в России, честно говоря, смотришь на них, и когда вот они вне российского чемпионата играешь, думают, ну, классные пацаны, классные ребята. Как они в Россию приезжают, оказывается, что ничего интересного. Это я вот в свое время Андрея Ивана высоко котировал. Он потом приехал в Краснодар и толком не играл. Так что, может быть, и слабенький, не знаю. Ну, тем не менее, да, вот если такой человек приедет, да, условный Джегош Крыховик, уже можно говорить, будет о том, что Локомотив действительно, вполне может даже в этом сезоне реально бороться за чемпионство. Все-таки в прошлом сезоне мы так были недалеко от первого места по очкам, но вот реально с «Зенитом» не бодались, к сожалению. Вот в этом году в теории почему нет. Опять же, те, кто говорил о том, что «Зенит» там безоговорочно пройдет этот чемпионат, спокойно всех вынесет и никакой борьбы не будет, вот вам ситуация, в которой «Зенит» не может обыграть «Химки», как только у него пропадает «Вендал» и «Глушенков». А я вас уверяю, что в будущем таких ситуаций будет в целом немало, и, ну, опять же, пик формы, то, что я вам сказал раньше, да, на 100% своих возможностей, ни один футболист не играет в течение всего сезона, да, будет где-то спад формы, где-то нужно будет, чтобы на себя лидирующие роли взяли другие футболисты, но вот смотришь на «Зенит» и понимаешь, что, ну, как будто бы в этом «Зените» таких футболистов нет. Вендал и «Глушенков». Вот эта пара, если не играет, то все очень грустно у «Зенита». Возвращаемся к матчу с ЦСКА. Матч с ЦСКА, тот же самый состав, у ЦСКА тоже, в общем-то, все сильнейшие на поле. ЦСКА ныл всю неделю про то, как бедному Виллиану Роше досталось, как должны были дисквалифицировать Спертиана на несколько матчей, и что Роше прям вообще не может даже ходить, ему там миллион швов наложили. Ну, как обычно, все это оказывается просто враньем, и повреждение не особо серьезное, да, но болезненное, конечно, да, швы действительно накладывались, но вот сегодня баре досталось, бару пришлось заменить, это часть футбола, и, ну, что поделать, да, контактный вид спорта иногда достается очень-очень сильно. Приятно, что ЦСКА вышел, на самом деле, всеми сильнейшими, кто у них есть, по крайней мере, на данный момент, потому что, ну, когда вот играли с «Динамо», и даже если бы мы то «Динамо» победили, все равно говорили бы о том, что, ну, понимаете, да, это «Динамо», который выпустил там молодежь, там Лепский, Кутицкий, вот у них подъехали их легионеры с Кубка Америки, и вот теперь это настоящая «Динамо». Про ЦСКА никто ничего не может сказать, это был действительно сильнейший на данный момент состав ЦСКА, не было никого у них там в лазарете, кто прям очень сильно мог бы им помочь. У нас, кстати, есть такой человек, это Лукас Фасон, по крайней мере, он считается основным центральным защитником, так что «Локомотив» действительно обыграл крепкий армейский клуб, который находится вот на данный момент в своей, ну, оптимальной, оптимальных, по крайней мере, сочетаниях. До матча я написал в Телеграм-канале, подписывайтесь на Телеграм-канал, что, как мне кажется, этот матч будет борьбой стандартов, потому что, на мой взгляд, футбол Николича, футбол ЦСКА, это очень осторожный футбол, у их ворот очень мало моментов возникает, они играют в три центральных защитника, они играют довольно глубоко, и прорваться, и получить вот именно какие-то серьезные, простые моменты, простые для реализации с центром штрафной, ну, не очень просто. И в то же время я уверен, что оборона «Локомотива» вот в нынешних сочетаниях, не в том, в котором мы выходили на «Динамо», а вот в нынешних сочетаниях, где мы прям конкретно чуть ли не с первых минут в пять защитников, самошников, правый опускается очень глубоко, Нинахов в третьем центральном. Вот я думаю, что вот в таких сочетаниях «Локомотив» тоже очень-очень крепкий, а атака у ЦСКА, ну, сами понимаете, не самое сейчас сильное звено. И у той, и у другой команды на первый план выходят стандартные положения. У нас, потому что есть Алексей Батраков, который со штрафного, с углового подаст в любую точку, которую надо. У них, потому что есть Игорь Дивеев, который лучший бомбардир вообще команды, и много-много забивает, и не только забивает, когда непосредственная подача, но и когда он остается внутри штрафной и ждет атаки вторым темпом. То есть вот для меня казалось то, что этот матч, ну, будет очень серьезной проверкой и для «Локомотива», как мы на стандартных обороняемся, и для ЦСКА, как они способны противостоять там Жорзино, НМС и подачам Алексея Батракова. Ну и в целом, как будто бы, если что-то опасное будет возникать, то, собственно, только со стандартов. Ну, я отчасти оказался прав. Если посмотрите хайлайты, то увидите то, что в большинстве, в большинстве все-таки моментов это именно стандартные положения. Но, кроме этого, к сожалению, у ЦСКА получалось, по крайней мере, в первом тайме находить Давилу внутри нашей штрафной, на подступах к штрафной, давать ему бить. Не могли мы с ним справиться. Он отклеивался постоянно от наших опорников, а наших защитников не хватало за тем, чтобы прям вот следить за ним и не давать ему вообще ничего делать. Из этого вырос самый опасный момент первого тайма, где Лантратов спас в ближнем углу. Ну, я не думаю, что это на самом деле какой-то суперопасный момент. Но это вот, к слову, про, помните, как Эльдарушев бил у Акрона. Да, он бил примерно с такого же угла, но попал изумительно в дальний угол. У Давилы, ну, удар пришелся в ближний, Лантратов спокойно взял. Да, там от руки мяч попал в штангу, от штанги снова Лантратов ушел на угловой, но это уже, ну, если бы такое залетело, это было бы, ну, прям сильная вина Лантратова. Так, ну, окей, отбил и отбил. А дальше все стандарты. Навес, бьет Роша, навес, там, бьет Дивеев, по-моему, тоже пробил один разок. Ну, в общем, борьба стандартов. И у нас, соответственно, тоже на последней секунде тайма Алексей Батраков подходит, навешивает и Жорзинон ЕМС переигрывает всех в воздухе, отправляет мяч в дальний угол. К сожалению, чуть выше перекладины, все уже были отыграны, не попал. Бывает, окей. Но умение Алексея Батракова находить голову того, кого он хочет внутри штрафной, это прям точно совершенно нам еще много классных моментов принесет. И голов тоже будет забито, я думаю, немало. Вот. Второй тайм, на мой взгляд, уже вышел гораздо более равным. В первом тайме действительно преимущество ЦСКА игровое было. Они находили пространство между нашими линиями. У нас не получался выход из обороны в атаку. Во втором тайме у нас, ну, в начале второго тайма все так же не получался выход из обороны в атаку, но он перестал получаться и у ЦСКА. И, по сути, единственный момент реальный для того, чтобы забить гол, они создали тогда, когда Артем Крупукас прибежал сыграть в отборе и выбил мяч прямо на вбегание босса Фузулаева по центру нашей штрафной. И слава богу, что Максим Нинахов, который играет очень узко, за этим всем следил и спокойно, ну, неспокойно, но добежал до Фузулаева и в подкате не дал тому пробить. Это было бы очень опасно и это было бы очень обидно, потому что, по сути, момент создал Артем Крупукас для Фузулаева. Но был еще удар кругового, который пришелся низом в Лантратово, и Лантратов не дал Мусаеву добивать. Ну, как бы, не знаю, думаю, что это уже не так сильно опасно. Ну, если бы Круговой как-то там пробил, а Круговой может пробить, действительно у него неплохой удар, ну, окей, да, но ты совсем ничего дать, создать ЦСКА не можешь. Где-то с середины второго тайма Локомотив начал сам ходить на чужую половину поля и у него стали получаться быстрые атаки. Мы стали разрывать, мы стали перехватывать мячи неоднократно. Перехватывали, пытались каким-то образом доставить их в штрафную, не получалось. Выпадал из игры Дима Воробьев, практически не было Самошникова в атаке. Да, он, по-моему, один раз пошел в слалом по правому флангу, причем он тогда уже вроде как играл правого защитника, но пошел, и из этого получился очень опасный момент, как ни странно. Но этого было очень мало в матче. И из-за этого действительно конкретики у чужой штрафной не было. Но вторая половина второго тайма, на мой взгляд, уже может считаться как перелом от Локомотива. И я не могу сказать, что гол Текнезиана, он вырос вообще из ничего. Да, там сейчас, если вы почитаете комментарии болельщиков ЦСКА, они будут все апеллировать к тому, что один удар в створ, и тут же гол, и вообще Локомотива не было видно. Но по факту, мне кажется, что это не совсем правда. И этот гол, ну, не то что назревал, но Локомотив ходил вокруг да около. То есть вот где-то вот там уже начались прострелы, вот на левом краю раза два или три мяч перехватили, входили в штрафную и пытались отдать прострельную передачу куда-то в центр. И в последний момент ее блокировали. Ну, собственно, вот как раз Найр Текнезиан вышел, и левый край очень сильно взбодрил. Ну и в итоге, как я уже говорил, Алексей Батраков головой скидывает мяч Владиславу Сарвелли. Рефат Жамалединов не пошел в борьбу за этот мяч. Владислав Сарвелли шикарнейшую передачу между ног Виллиону Рошу отдает. Текнезиан добегает, и как в сан, далил с левой ноги в дальний угол. Очень классно, очень крутая, очень приятная атака моему глазу. Я неоднократно говорил, что я люблю вот именно такие атаки. Быстрые, вертикальные, где ты два-три паса, ты уже в штрафной нанес удар-поворот. Никаких перекатов, никаких там, давайте мы забьем после 25 передач и пяточкой, стеночками. Не очень такое люблю, ну, по крайней мере, когда это не проходит. А когда вертикальная атака, две-три передачи, ты уже в штрафной бьешь поворотом. Ну, такое очень часто залетает. Не могу не восхититься в очередной раз Алексеем Батраковым. Думаю, что в очередной раз он будет лидером по пробегу в нашей команде. Огромное количество работы делает. В сегодняшнем матче у него было меньше работы по созиданию, но сколько он раз там в подкатах стелился, выцарапывал мячи, выгрызал их. Ну, и, собственно, помог нам забить победный гол. Это просто любо-дорого и вау. Ну, только слова восхищения, как такой молодой пацан, который без года в неделю в основе. Но сейчас без него представить локомотив невозможно. И вот еще одна статистика. Это то, что в нынешнем сезоне только 4 человека играют без замен. И, собственно, Алексей Батраков – это ключевой футболист нынешнего локомотива. И никак иначе Дмитрия Баринова поменяли. Я думаю, что нам предстоит, скорее всего, с Ростовом играть без Димы. Там, не знаю, всех меняют. Не меняют Сильянова, не меняют Лантратова, не меняют Нимси. И вот не меняют Алексея Батракова. Вау. Просто вау. Еще к темам, которые мы с вами затрагивали неоднократно в этом году, очень было важно локомотиву классно начать. Я говорил об этом в зимнем межсезоне, что когда ты здорово начинаешь, дальше у тебя идет вот, ну, понакатанный. Ты даже в тех матчах, в которых ты по большому счету победы не заслуживал. А я соглашусь, что локомотив в сегодняшней игре, ну, не сказать, что прям наиграл на победу. Да, но из-за того, что локомотив здорово начал, из-за того, что локомотив верил в себя и локомотив знал, что может выиграть этот матч, они взяли и выиграли его. И, ну, очень рад я тому, что локомотив в кои-то веки не с сентября начинает играть, когда уже все потеряно и нужно ликвидировать отставание от Зенита в 8 очков, а с первых же туров. И дальше у локомотива все будет, ну, локомотив даже будет, теряя футболистов, все равно будет верить в свои силы и будет знать то, что Ростов, да окей, мы их уже обыгрывали. Почему бы не обыграть их еще раз? Краснодар, да приезжайте. С удовольствием вас примем, с удовольствием с вами сыграем. Очень рад сегодняшней победе, готов миллион раз это повторять. Это был один из самых важных матчей для меня в сезоне. Николич говорил, что это тот матч, который может предопределить сезон. Я верю, что это действительно так, и что вот в таких победах, да, когда ты переламываешь ход неудачно складывающегося матча и все равно побеждаешь, ну, для футболистов это, ну, плюс 200 к морали и уже не один матч. Ну, локомотива в принципе, да, есть тенденция, что мы на последних минутах способны что угодно сделать, но если мы в прошлом сезоне на последних минутах обычно в ничью играли, спасали проигранные матчи, то здесь вот, извините, уже победа. Прекрасно, прекрасно, в хорошем настроении я пребываю. С удовольствием буду смотреть аналитические передачи а-ля «Это футбол брат» и коммент-шоу. Что там про нас скажут, наверняка ничего хорошего, но и, ну, и бог им судья. Мы-то знаем, что локомотив самый сильный. Все, на этом прощаюсь с вами. До встречи через неделю. И если вы смотрите это видео, вот, как оно примерно вышло в понедельник, 6 часов вечера, то знайте, что вечером на wkplay.live, ссылка есть в описании, будет трансляция, посвященная этой игре. Я буду с вами делиться своими эмоциями, показывать статистику, показывать там какие-то моментики, которые мне показались наиболее интересным. Это будет где-то там 9-10 вечера. Соответственно, если успеете посмотреть это видео, то и на трансляцию тоже заходите. Будете делиться своими впечатлениями, а я буду делиться своими впечатлениями. Все, теперь точно пока. До новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok